Агромаб – это система для агроменеджмента сельхозтоваропроизводителя, которая позволяет в полностью автономном режиме проводить обследование с высоты. С квадрокоптера собирают фотографии полей, затем рассматривают в специальной системе. Программа помогает находить сорняки, поврежденные грызунами растения, некачественно обработанные участки. К тому же система подсчитывает растения и следит за их развитием. Он может получить результат в тот же день, через два часа. В отличие от проектов, которые информацию обрабатывают достаточно долго, либо выезжают к клиенту для того, чтобы проводить подобное обследование. То есть наша фишка – это скорость. Такая система уже внедрена в Куйбышевском и Неклиновском районах. Команда ищет новых заказчиков. А Павел Ермаченко продвинул свой очиститель воздуха даже за пределы России. Говорит, 33 из 50 городов Европы с самым грязным воздухом в Польше. Вот и заказчики в основном оттуда. Ощущает воздух от аллергенов, с нового и товарища мобильника. Все вещества вызывали, все дороги постоянно устараются. Для продвижения на европейском рынке команда мечтает найти инвестиции в 700 тысяч евро. Здесь стартапер представил уже третий вариант очистителя воздуха. И это не предел. Прибор совершенствуется. Мы добавили очистку с растениями и фильтр для пыли и шерсти животных. То есть сделали колонну более эстетичной. Проекты представили всего 13 выпускников из 25 резидентов. Ведь к инвестиционной сессии допустили только проекты, подтвердившие свою востребованность и получившие за время обучения заметное развитие. Та работа, которая мы сегодня на пятой сессии проведена, она очень значима. Уже выпущено 50 стартап-проектов. 20 стартап-проектов нашли инвестирование. Прием заявок в шестой набор уже стартовал и завершится 31 декабря. Заполнено около 80 анкет. По заявкам отбирают первую группу стартаперов, которым дают первые задания по проектам. И оценив выполнение, набирают резидентов парка. В первую очередь отбор ведется по критериям заполненности заявки и географического расположения. Потому что человек, который не смог заполнить на 100% заявку, мы понимаем, что этот человек 4 месяца не сможет бежать и не останавливаться. Географическое положение важно регулярным присутствием стартапера в Ростове. Поэтому заявки принимают только от жителей ЮФО из Ставропольского края. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.